Приветствую вас на канале Всю о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня поговорим, как пользоваться пылесосом с аквафильтром. На примере вот здесь старенький у меня есть пылесос с аквафильтром VTEC. В принципе, современные пылесосы тоже работают по такому же принципу. Поэтому на таком пылесосе более простом даже это нагляднее будет. Для того, чтобы привести в готовность пылесос, то есть начать им пользоваться, необходимо сначала заправить аквафильтр водой. Для этого вот здесь конкретно в этом пылесосе есть кнопка, которая отделяет его часть. Вот здесь как раз все фильтры находятся в этой части. Снимаем сначала вот эти вот две защёлки, далее переворачиваем его. Вот здесь ещё одна защёлка. Ну и дальше мы отделяем уже верхнюю часть от непосредственно самой ёмкости для воды. Вот эта вот часть сюда, на этой ёмкости есть риски специальной отметки, видите, минимум, максимум. Сюда мы наливаем воду. В принципе, можно наливать хоть тёпленькую, хоть холодную воду, это не важно. Главное, не лить в кипяток, потому что ёмкость пластиковая, она может банально деформироваться от очень горячей воды. Всё, я наливаю где-то между отметками минимум и максимум. Для чего эта вода здесь нужна? Для того, чтобы во время работы пылесоса сюда попадает весь мусор, вся пыль, то есть она здесь, собственно, вся и собирается. И вот плюс в том, что назад вот не вылетает ничего, ни одной пылинки, потому что она вся оседает и попадает в воду. Это вот самый главный плюс. После того, как мы налили воду, можно, соответственно, собирать обратно пылесос. Ну вот до этого покажу вам, правда здесь он признаватый немного. Вот здесь есть чёрный вот такой фильтр, он тоже снимается, его можно чистить. То есть, вот через вот эту серую трубку грязь попадает в основной, в аквафильтр. А часть воздуха и летучая пыль мелкая, она может вылетать и оседать на фильтре вот этом чёрном. И, соответственно, он тоже достаточно грязный после того, как вы пропылесосите, поэтому его тоже нужно будет почистить. Ну и дальше мы просто собираем пылесос обратно. Вставляем его в основной корпус. Ну и дальше тут я не буду показывать, тут уже всё просто. Сюда мы подсоединяем шланг вот таким вот образом. Ну и дальше там собираем уже насадки, какие нужны, и включаем в сеть, нажимаем на кнопку и начинаем пылесосить. Дальше ничего умного. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи!